Уважаемые гости, компания Кодерлен приветствует вас. Сегодняшняя тема нашего вебинара это один из ERP производственный блок и поговорим про технологические операции и трудозатраты. Вы видите на экране наши контактные данные, наши электронные почты, телефоны, телеграм-контакты. Вести встречу буду я, консультант аналитик Гардышева Галина. И вы видите здесь указаны еще наши адреса сайтов. На сайтах, соответственно, если вам по какой-то причине не удалось посмотреть или оказалось неудобно время проведения вебинара, вы можете через некоторое время вернуться на сайт и посмотреть вебинар с записью. Мы выкладываем записи и, возможно, вас заинтересуют еще какие-то другие материалы. Итак, собственно говоря, о чем мы будем сегодня говорить. Сегодня наша встреча посвящена, во-первых, настройке подсистемы. То есть мы поговорим не только про конкретные справочники, но и о том, какие настройки нужно будет сделать для того, чтобы комфортно, так сказать, войти в работу с блоком производства. Поговорим про плановые калькуляции, ресурсные спецификации и параметрические спецификации, потому что, к сожалению, эта тема уже не раз освещалась, но вопросов она вызывает много. То есть сложности возникают на, в общем-то, этапе заполнения, этапе настройки и так далее. Построена наша сегодняшняя встреча будет таким образом. Мы будем смотреть немножко, так сказать, нормативной информации по слайдам и будем с вами переключаться на демобазу. Сейчас я переключусь, ну, то есть на демобазе мы будем смотреть уже какие-то конкретные моменты, про которые поговорили, по слайдам посмотрели, ну и так далее. И таким образом мы с вами будем туда-сюда переключаться, чтобы можно было на действиях, на как бы практических примерах проиллюстрировать то, о чем мы с вами будем говорить просто по слайдам. Итак, на самом деле блок производства, несмотря на то, что он подвержен изменениям в меньшей степени, чем, допустим, налоговый учет, бухгалтерский учет, тем не менее это уже проверено на практике, вызывает наибольшее количество вопросов при запуске программы в эксплуатацию. И второй момент, то, что эти настройки от них все равно никуда не деться и они наиболее трудоемкие. Почему? Потому что здесь нужно подключать и других специалистов, не бухгалтеров, не финансистов. То есть здесь уже работают и технологи, и, собственно говоря, другие специалисты, и ОТК, и всякие, в общем, другие службы. То есть мы поговорим про настройку справочников, про калькуляции, рабочее место технолога, это доступно, если вы используете управление ремонтными работами. Есть приложение дополнительное к 1С ERP, допустим, 1С TAIR, это управление ремонтами и прочими аналогичными операциями. И вот здесь у нас мы поговорим про место работы технолога. Ну и дополнительные сервисы отчеты мы будем смотреть уже по ходу пьесы, когда там будет нужна нам информация. То есть на самом деле, в общем-то, у нас есть несколько таких вопросов, которые вызывают сомнения. Мы сейчас переключаемся на демо-версию и смотрим с самого начала. То есть раздел НС и администрирование, это, так сказать, грубые настройки, которые активируют дополнительные какие-то функциональные опции, которые по умолчанию не активированы. То есть что это такое? Смотрим НС и администрирование, это нормативно-справочная информация администрирования, и смотрим с вами производство. То есть для того, чтобы использовать производственный блок, мы с вами должны, выглядит это вот так, вот, мы с вами должны открыть производство и проставить его использование. То есть то, что мы хотим вести производство. Это вот такая вот отметочка, красивая зеленая галочка, чекбокс. То есть, соответственно, мы проставляем чекбоксы, что мы используем производство, что используем применение аналога материалов, и что у нас, у меня уже созданы какие-то документы, поэтому программа ругается, когда я хочу снять чекбокс, что использовать производство. Мы не будем этого делать. То есть состав наборов производства у нас определяется по спецификациям. При первоначальном доступе возможно здесь выбрать, но нет, не будем продолжать редактировать. И мы проставляем отметочку использовать параметры назначения в спецификации. То есть это дает нам возможность использовать параметрические на спецификации, и этот блок требует отдельной настройки на какое подразделение будет это настроено. Ну, соответственно, когда мы работаем с настройками, то нам надо основательно думать над каждым ответом и внимательно читать вот эти вот подсказочки, что у нас тут дополнительно. То есть после того, как мы активировали дополнительные функции, которые у нас в производство заложены, мы можем переходить в подраздел производства. Это вот эти у нас разделы под раздел производства. И вот здесь обратите внимание, есть еще один блок нормативно-справочной информации, и здесь уже даны другие настройки. Во-первых, настройки-справочники у нас даются для заполнения структуры предприятия. То есть мы должны заполнить структуру. Если производство на предприятии, то, соответственно, структуру наших участков. В этом случае мы выбираем названия, которые вам будут понятны. Например, участок металлорезки, участок пескостроенной обработки, цех мехобработки и так далее. И назначаем какой-то один участок диспетчерской. То есть у нас для того, чтобы были видны документы по производству, необходимо, чтобы участки, которые мы считаем производственными, имели признаки. Сейчас мы... То есть, соответственно, мы выбираем подразделения, которые производят продукцию. И производим мы настройки каждого подразделения, ну, то есть в зависимости от того, что оно делает и что оно выполняет. Именно это самый трудоемкий процесс. Мы создаем структуру организации, создаем производственные подразделения. И вот здесь мы вынуждены уже, скажем так, использовать знания и опыт наших технологов или специалистов, мастеров, поскольку бухгалтера, экономисты, финансисты. Вот эти участки практически очень редко заполняют грамотно. То есть это просто не их сфер деятельности. Еще раз смотрим на наши слайдики. То есть мы для того, чтобы создать спецификации, значит, мы должны определить, как будет производиться наша продукция. То есть понятно, что мы создаем спецификацию, в которой указываем перечень материалов и перечень технологических операций, которые необходимы для данного производства. Но, соответственно, мы должны создать этот справочник, создать справочник единых статей калькуляции, создать справочник ресурсных спецификаций и создать справочник цены на сырье или полуфабрикаты, то есть на самом деле в зависимости от процесса производства. То есть соблюсти определенные правила. И вот эти правила мы сейчас с вами посмотрим. Правда, очень быстро, потому что тема на самом деле очень большая, к сожалению, нет у нас возможности ее подробно в одной встрече рассмотреть. То есть на самом деле мы вот смотрим на экран, видим три, так сказать, кита, три основных правила, и мы их должны соблюдать. Но кроме этого мы должны задать сведения по производственным подразделениям. Вот вы видите перечень, что мы должны учесть. И здесь вызывают, в общем-то, вопросы, ну, чаще всего возникает, то есть по графикам работы и по рабочим центрам. То есть на самом деле рабочий центр – это единица оборудования, то есть рабочим центром может быть любая единица оборудования, станок, ну, то есть в зависимости от вашей специфики. И, соответственно, технологические операции, которые на нем выполняются. То есть это тоже справочник операций, которые должны быть привязаны, ну, во-первых, к рабочим местам, то есть, соответственно, к подразделениям, которые имеют эти рабочие места, участки, где эти рабочие места находятся, ну, там цеха могут быть и так далее. И, кроме этого, они должны быть оснащены необходимыми предметами, то есть производственным оборудованием. Соответственно, это все справочники, справочники, которые касаются инструмента, приспособлений, оснастки, то есть все эти справочники необходимо заполнять. И лучше, если это заполняют технологи или мастера производства, ну, то есть эта информация берется грамотными специалистами. Соответственно, сами технологические процессы, вы видите, как короткая справка по технологическим процессам, то есть мы все это задаем при заполнении программы, при работе со справочниками, с НСИИ, нормативно-справочной информации и администрирование. Вот мы снова с вами вернулись сюда. Так, это у нас производственные подразделения, мы с вами посмотрели. Вот так. Это нам пока не надо. Значит, это блок производства. Обратите внимание, здесь есть нормативно-справочная информация, которую мы должны заполнить и дополнительные настройки справочники, которые мы делали, то есть производственные подразделения. Нормативно-справочная информация, это в первую очередь ресурсная спецификация и рабочие центры. Про рабочие центры мы с вами поговорили. А ресурсная спецификация, это основной документ, который используется в производстве. И после того, как создается ресурсная спецификация, мы определяем, какие цены у нас будут использоваться для оформления, для учета производственных, выпуска производства. И, соответственно, мы используем плановые цены или какая-то другая методика будет применяться в вашем случае. То есть мы после создания ресурсных спецификаций, после задания технологических процессов подходим к вам, с вами к плановой калькуляции. То есть в чем разница между ресурсной спецификацией и плановой калькуляцией? На самом деле здесь есть несколько шагов, которые включают в себя статьи калькуляции. То есть это должна быть унифицированная информация. То есть ресурсная спецификация выглядит она вот так. То есть на самом деле это как бы моя структура. То есть вы можете создавать любые свои справочники, папки. Ну то есть иерархическая структура, естественно, будет уже построена под ваше производство. Ну вот в моем случае мы делали такие, как бы для примера-то выполняли вот такие производственные единицы. ну и соответственно, вот например, как ресурсная спецификация выглядит для конкретной винтовой лестницы. То есть у меня есть закладочка основная. То есть я пишу, что это продукция, что это у меня производство. Возможно, какие-то побочные выходы. То есть, например, мы режем металл, у нас образуются какие-то обрезки, которые я могу использовать в дополнительных производственных процессах. Ну там свариваю из них, допустим, какие-то конструкции, которые используются для производства других деталей. То есть, соответственно, я перечисляю, что я использую, какие материалы использую и какие трудозатраты. То есть, обратите внимание, здесь не только материалы, но и трудозатраты. То есть я выполняю какие-то работы, ну, например, столярные, малярные и описываю, сколько это стоит. То есть, соответственно, на закладочке производственный процесс я заполняю последовательность выполнения определенных работ. и вот эта каждая последовательность, это этап производства. И он описывает у меня, что я делаю конкретно. Ну, допустим, крашу, гну, там, выполняю сфорные работы и так далее. И номер этапа вот здесь вот у меня от номера этапа зависит номер следующего этапа. если у меня этапа не указана, больше, ну, как бы, нет этапов. Соответственно, если я здесь укажу, ну, например, третий этап, то будет последующая технологическая операция, которая требуется для изготовления вот этой вот конкретной моей лестницы. И обратите внимание, вот здесь вот у меня идет, кроме того, что, может быть, не совсем сразу понятные цифры, у меня идет описание этого этапа. То есть, соответственно, если у вас производство уже налажено, то есть, имеются технологические карты и так далее, то сюда вносится информация с технологических карт, то есть, в общем-то, описано все ваше производство и для программы, и для других специалистов, ну, то есть, это полный цикл, который ваше предприятие обязано соблюдать, например, по ГОСТам и так далее. На закладочке дополнительная у меня идет информация, например, вот которая указывается для описания дополнительных действий, которые необходимо совершить, например, специалистам ОТК, специалистам по контролю за качеством, то есть, например, взять пробы металла, взять пробы бетона и так далее. Значит, в разделе производства, после того, как мы с вами посмотрели, прошли рабочие центры, то есть, создали согласно нашего, например, оборудования в эксплуатации, создали какие-то участки, подразделения, то есть, рабочие центры, мы можем продвигаться дальше. При этом обратите внимание вот на что. То есть, если вы используете аналогичное оборудование, ну, то есть, у вас стоит несколько, например, деревообрабатывающих станков, то, соответственно, и рабочих центров будет несколько однотипных. значит, сейчас вы видите на экране, ну, как бы, пояснение, то есть, что является основанием для создания технологических операций и, собственно говоря, какие справочники описывают производственные процессы предприятия. собственно говоря, рабочие центры и виды рабочих центров это разные справочники, которые мы должны заполнить и которые заполняют, ну, в основном специалисты-технологи. То есть, когда мы создали рабочие центры, это значит, что у нас создан справочник, который описывает несколько рабочих центров, однотипных и, например, ну, если мы создаем рабочие центры, то каждый станок, инструмент содержит отдельную запись. Если у нас четыре деревообрабатывающих станка, у нас будет четыре рабочих центра с одинаковыми характеристиками и на которые есть отдельная запись в этом справочнике. то есть нельзя сделать, как бы сказать, нельзя создать рабочий центр один вместо четырех. Вот так. то есть когда мы создали рабочие центры, мы имеем возможность планировать уже конкретные работы и планировать мощность, сколько наше предприятие может сделать единиц готовой продукции за конкретное время. и для описания работы предприятия мы создаем квалификационные разряды и создаем единицу измерения работ, то есть сколько работ мы выполняем, например, в течение часа. И расценки, то есть в этом случае у нас будет состоять спецификация из расценок за выполненные работы из потребностей в материалах и в каких-то технологических операциях. То есть мы с вами создаем вот такие справочники и после этого переходим вот так. То есть на самом деле производство расчет себестоимости в производственном цикле это у нас в общем-то основной механизм который используется при закрытии месяца при расчете себестоимости и расчет себестоимости это основная как бы вот так сделаем расчет себестоимости это основная задача которая касается производства продукции если мы хотим чтобы у нас была возможность в плановом порядке это делать то естественно мы задаем плановую себестоимость то есть себестоимость у нас рассчитывается на основании плана в вот так сделаем на основании плановой калькуляции ну вот у меня здесь создан плановая калькуляция мы ее рассчитываем на основании ресурсной спецификации и соответственно ресурсная спецификация у нас уже содержит вот так делаем содержит уже перечень материалов которые входят входят в изготовление этой единицы соответственно у нас вид номенклатуры мы с вами сейчас видим номенклатурную карточку и указана информация которую мы задаем в справочниках отдельных при создании новых номенклатур или новых карточек вот здесь к сожалению практика когда по ходу пьесы заполняется документ чаще всего не применяется потому что либо переносится информация уже из готовых карточек либо заполняется информация специалистами технологами ну то есть описывается процесс производства описывается процесс производственных операций и уже потом готовая карточка включается в плановую калькуляцию тогда мы имеем с вами плановую себестоимость выпуска и в последующем уже при закрытии месяца пересчитывается стоимость материала стоимость работ уже конкретно по итогам производства каких-то конкретных изделий значит если мы с вами проваливаемся по вот такой ссылочке производства то мы попадаем на конкретно ресурсную спецификацию то есть то что мы с вами смотрели изначально то есть наша ресурсная спецификация входит в плановую калькуляцию ну вот такой слайдик просто чтобы было понятно что у нас откуда попадает то есть нормативно-справочная информация это вот самый трудоемкий процесс заполнения мы заполняем ресурсную спецификацию по ресурсным спецификациям делаем плановые калькуляции которые у нас уже отражают конкретный производственный процесс и собственно говоря в плановых калькуляциях у нас уже фигурирует расчет себестоимости который потом при закрытии месяца только корректируется в плане себестоимости материалов входящих в него и так далее вот так вот мы с вами статьи калькуляции в нашем случае вот где будут использоваться но еще есть один момент хотела я вам показать производство трудозатраты то есть мы заполняем справочники в которых сейчас перейдем производство то есть мы с вами заполняем справочники про трудозатраты то есть мы создаем трудовые коллективы то есть либо бригады либо индивидуальные задания по которым работают ваши сотрудники создаем виды работ то есть виды работы у нас вот таким образом мы задаем какая идет единица измерения и соответственно если у нас это пронормировано то есть нормирование выполнено то соответственно у нас имеются расценки и в этом случае справочник выглядит вот таким образом то есть естественно в нашем случае это мы сфантазировали в вашем случае это будут конкретные технологические операции и чем подробнее описан процесс в ресурсе чем подробнее описан процесс тем более точно у вас получается плановая калькуляция таким образом статьи калькуляции мы с вами уже говорили что статьи калькуляции должны быть унифицированы то что они для то есть они заполняются для не обязательно только только такого процесса то есть возможно здесь статьи калькуляции у вас будут использоваться и производственные для других участков например для производства полуфабрикатов и после составления плановой калькуляции мы с вами уже можем оформлять выпуск конкретной готовой продукции значит трудозатраты мы тоже с вами включаем соответственно и в ресурсной спецификации и в плановой калькуляции но сложности на самом деле здесь заключается в том что кроме того что мы заполняем раздел справочная информация в производстве у нас с вами затронуты справочники и ценообразования и соответственно некоторые другие то есть например то есть цены которые мы указываем плановой калькуляции мы с вами создаем в разделе CRM и маркетинг то есть мы создаем цены и скидки то есть то что обычно является епархией если можно так сказать коммерсантов то есть продажников поэтому установка этих цен относится к коммерческой службе и кроме этого у нас при формировании при формировании спецификаций затрагиваются 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 процедуры которые обычно бухгалтера или финансисты просто это не является их спецификой и на самом деле они не в состоянии отслеживать эту информацию поскольку это чисто технологические операции операции чисто технологические вот допустим у меня несколько сделано например замер твердости ну то есть я описываю что это такое и сведения что у меня входит в конкретный в конкретную операцию то есть создаю вот такой справочник и назначают соответственно соответственно структуре то есть что мне требуется сделать вот ну и изменить состав то есть я соответственно если мне что-то надо переношу из одного поля в другое так возвращаемся снова к нашим слайдикам после того как мы создали документ плановая калькуляция мы с вами имеем уже расчет потребностей и в материалах и в каких-то трудозатратах и так далее то есть создается отдельно плановая калькуляция если у вас например полуфабрикатный учет то есть создается на полуфабрикаты на постатейные калькуляции на продукцию ну то есть вот вы видите последовательность создания плановых калькуляций и мы с вами уже посмотрели плановая калькуляция сама по себе спецификация содержит спецификацию и все как бы операции которые у нас туда входят но кроме того что мы должны учесть все материальные затраты у нас еще ну практически все производство сейчас внедряется маркировка маркировка продукции на самом деле при планировании производства мы вынуждены сталкиваться с маркировкой сейчас маркировка вот основные которые производственные группы которые подлежат маркировке но работа с маркировкой в настоящий момент достаточно бурно продолжается и кроме этого проводятся эксперименты с маркировкой когда мы начинаем работать с маркированной продукцией то есть нам надо соответственно либо оформить выпуск либо если это не наша продукция мы приобретаем какую-то то соответственно поступление марок и работа с марками значит если у нас производство которое попало под маркировку то соответственно у нас возникают проблемы когда нам надо маркированную продукцию продукцию точнее которая подлежит маркировке включить какие-то технологические операции которые дополнительно позволяют обклеить например маркированную продукцию то есть нанести маркировку каким-либо способом значит сейчас мы снова переключимся на блок производства у нас выпуск маркированной продукции тоже заполняется через НСИ и администрирование точнее возможность работать с этим блоком и здесь есть пункт учет подслеживаемых товаров то есть соответственно мы должны при создании спецификации производственных калькуляций плановых учитывать каким образом будет нанесена маркировка то есть например обклейка марками нанесение печатных каких-то на упаковку печатных марок или другие способы значит сама по себе активируется функция работы с прослеживаемыми товарами вот по такой ссылочке НСИ администрирование учет прослеживаемых товаров и здесь мы с вами видим ну то есть соответственно дополнительно по вот этим гиперссылкам мы с вами проваливаемся в дополнительные настройки которые необходимо выполнить для определения ну например к сожалению у меня не сработает переход потому что наша домобаза не подключена к проверке ну естественно если вы работаете на не демонстрационно уже рабочей версии то соответственно по вашему доступу уже вам доступны все переходы и соответственно проверка подлежит ли ваша продукция маркировки и так далее и прослить то есть прослеживаем товары каким образом вы должны вы должны отслеживать то есть вот видите если мы открываем соответствующие разделы то нам доступен выбор из справочников и переход по гиперссылкам ну и дополнительно вот такие плюсики это такие вопросительные знаки это дополнительная контекстная справка если вы в чем-то сомневаетесь на самом деле сейчас у нас в 2024 году уже маркируется достаточно много товаров и ну продолжаются эксперименты но эта информация уже звучала уже много достаточно сведений и в общем-то в основном не ожидается каких-то каких-то революционных изменений то есть это уже просто подключение дополнительной информации и дополнительные товарные группы то есть для работы с маркированной продукцией нужно подать заявку активизировать то есть активизировать ваши подписи и зарегистрировать кабинет в честном знаке для того чтобы работать с прослеживания товарами ну соответственно настроить оборудование потому что будет требоваться и сканер штрих-кодов и журнал для печати например марок ну то есть будет требоваться именно оборудование которое вам надо будет приобрести и зарегистрировать квалифицированную электронную подпись так мы с вами сейчас еще вернемся к слайдикам к нашим вот этот перечень перечень уже действует в прошлом году начался эксперимент по по маркировке напитков безалкогольных и в этом году он будет продолжен собственно говоря попадает там дополнительные сведения в этот процесс а сейчас еще раз разделом с администрирования раздел производства хотела обратить ваше внимание на то что нам доступны дополнительные сервисы то есть когда мы с вами работаем в производственном блоке и создаем то есть фактически заполняем справочники нам доступны дополнительно в разделе регламентированный учет и в разделах ну сейчас мы посмотрим в каких у нас есть личные кабинеты то есть личные кабинеты сейчас действуют и для сотрудников и для специалистов собственно говоря технических и для юридических лиц то есть у нас есть разделе регламентированный учет блок 1С отчетность вот здесь 1С отчетность это не только блок который содержит собственно содержит отчеты и регламентированные сведения которые мы подаем фискальные органы но 1С это и название сервиса то есть в этом случае если мы переключаемся например на общий журнал отчетов у нас возникает вот такая рекламка то что мы должны сдавать отчетность через интернет на самом деле эта программа рекламирует сама себя то есть рекламирует сервис 1С отчетности и в этом случае значит что мы имеем возможность напрямую напрямую обращаться к сайту ФНС у нас когда мы работаем через сайт оператора электронных документов то есть например СБИС Калуга Астрал Контур и так далее то мы обращаемся к обращаемся формируем документ выгружаем его в какой-то внешний файл проверяем его естественно проверяем выгрузку и отправляем оператору ТКС и уже оператор ТКС взаимодействует с сайтом налоговых органов и потом пересылает нам их ответы в случае если мы используем сервис 1С отчетность то соответственно мы напрямую формируем отчетность или формируем какие-то сведения на сайте налоговых органов и уже пересылки отчетности нам не нужно сайт 1С отчетность собственно говоря очень комфортен в том случае когда подается сведения например ИФС 1 сведения которые мы должны подавать ну например в течение короткого времени например подача кадровых мероприятиях отчетов кадровых мероприятиях на следующий рабочий день или в других случаях когда срок реагирования достаточно короткий в этом случае 1С отчетность у нас как бы позволяет сэкономить время и здесь содержатся личные кабинеты то есть налогоплательщики могут напрямую подключиться к сайту например налоговых органов есть личный кабинет единого налогового счета по работе с единым налоговым счетом есть как вы видите кабинеты для работы с самими налоговыми органами возможно по проверкам там по еще каким-то по каким-то причинам но есть возможность работать и с социальным фондом то есть вот таким образом переключаемся на другие сайты и с личными кабинетами по налогову по листкам нетрудоспособности по социальным взносам по статистике обратите внимание статистика сейчас очень активировалась если можно так сказать и у нас есть возможность запросить по вашему ИНН то есть какая статистическая отчетность в этом году допустим или в этом квартале для вас попала например в выборке какую-то отчетность вы должны сдать поскольку сейчас достаточно высокие штрафные санкции то это конечно лучше сделать заранее то есть лучше на этапе планирования проверить и под какую отчетность вы попадаете и какие допустим производственные данные вы должны отразить то есть например сейчас много много отчетов касающихся производственной деятельности выпуска той или иной продукции ну то есть на самом деле вы должны проверить и в 1С сейчас статистических отчетов очень много то есть соответственно не забыть их сдать и Росприроднадзор то есть отчет по НОМОСу и так далее но это личные кабинеты которым с которыми с которыми ваши должностные лица взаимодействуют кроме этого есть еще дополнительные сервисы которые касаются конкретных например физических лиц это вот в разделе кадры кабинеты сотрудников которые позволяют дополнительно составлять отчетности не беспокоя бухгалтера то есть получить справки например НДФЛ 6 НДФЛ ну и так далее то есть дополнительные сервисы вернемся еще раз в наш производственный блок и на самом деле здесь нас будет интересовать еще один момент то есть мы когда выпускаем какие-то документы по производству заполняем точнее говоря какие-то справочники у нас есть еще кроме настройки справочников вот мы с вами про эти справочники говорили уже ресурсные спецификации рабочие центры настройка статей калькуляции плановой калькуляции есть еще достаточно большой блок отчеты по производству сейчас он запустится у нас и при работе с этим блоком у нас есть достаточно подробная возможность анализировать себестоимость то есть сравнивать плановую фактическую себестоимость вот это как бы достаточно популярный отчет и в общем-то обращаю ваше внимание на этот отчет а есть еще план переработку 2.4 ну поскольку у нас 2.4 уже достаточно давно ну скажем так перешли на 2.5 это может быть это не особо актуально но тем не менее вот если мы выбираем переход по такому пункту то есть когда мы смотрим все отчеты то соответственно здесь у нас производство видите достаточно компактно можно посмотреть все и плюс ко всему то есть на движение от МЦ и затраты производства тоже это в общем-то достаточно достаточно информативный отчет который в общем-то отражает все стороны производственного процесса то есть видите вот в нашем случае допустим я могу посмотреть и движение по партиям и могу посмотреть конкретные операции технологические и собственно всю информацию которая касается производства это не бухгалтерские отчеты это в общем-то отчеты по оперативному контролю за производством но тем не менее проанализировать это достаточно это достаточно несложно ну и последнее что хотела как бы обратить ваше внимание у нас когда мы работаем с блоком НСИ и администрирования у нас есть вот такой пункт обслуживания программы то есть это дополнительные функции которые дают возможность дают дополнительную возможность регулировать например работу пользователей то есть работа вот здесь мы выбираем работа пользователей активные пользователи и отчеты администратора то есть мы можем посмотреть чем наши сотрудники были заняты в течение рабочего дня то есть какие вот так я могу выбрать какие пользователи меня интересуют ну например либо конкретно какой-то либо если я вот будет меня интересовать конкретный пользователь я могу посмотреть чем в течение дня он занимается то есть ладно пусть выберем эх на самом деле показывать пользователи к сожалению у меня нет такого пользователя сейчас которого я могла выбрать то есть отражается сколько справочников сколько документов человек обработал диаграмма его работы и я могу посмотреть то есть что у меня человек делал не получилось то есть на самом деле я могу посмотреть что у меня делали сотрудники в течение дня кто загружен кто не загружен и так далее и собственно говоря интересуют нас два момента первое это корректировка данных поиск удаления дублей то есть это очень комфортный комфортный сервис он позволяет произвести грамотную замену то есть дубли случаются к сожалению часто и в номенклатуре и в контрагентах то есть позволяет проверить например где я хочу искать в каком документе ну например авансовые отчеты или выбрать все участки где я хочу проверить наличие дублей определить количество мест сколько к сожалению не даст нам по возможности программ это проверить то есть программа ищет дубли то есть например вот такой-то дубль программы встречается 10 раз такой-то 20 и заменить мы выбираем назначаем например который чаще всего встречается как основной и программа автоматически заменяет в остальных дублях заменяет тот который мы выбрали за основной в этом случае у нас не остается пустых ссылок в этом случае у нас не получается битой базы и очень корректно все удаляется то есть вот этот дубль поиск удаления дубля пожалуйста запомните находится у нас в корректировке базы и в обслуживании программы но и на самом деле обновление и удаление обновления программы тоже может вам помочь потому что ну мы работали с вами сейчас на вот такой конфигурации то есть у нас версия платформы вот такая версия самой конфигурации 15 то есть это не самая последняя но и не очень дремучая поскольку сейчас вышли уже 16 и 17 версии то есть на самом деле вам для производственного блока это может быть и не особо актуально потому что сведения документы которые касаются производственного процесса то есть которые мы используем межцеховом управлении внутри цехового управления то есть документы производства это в общем-то неизменяющиеся документы они достаточно давно присутствуют в унифицированных документах и достаточно давно собственно без изменения то есть например М15 уже добрых 10 лет если не больше не терпит не претерпела изменений но документы налогового учета документы регламентированной отчетности к сожалению у нас изменяются очень часто и только за прошлый год у нас скажем так революционные были изменения поэтому мы в общем-то стараемся в любом случае мы поддерживаем как бы актуальные релизы но в производственном блоке мы можем опираться на ресурсные спецификации там те же калькуляции плановые калькуляции не на последних релизах но например вот версии 2.4 присутствовали ресурсные спецификации и маршрутные карты то есть ресурсные спецификации описывали потребность в материалах трудозатратах и так далее а маршрутные карты описывали процесс движения ну как бы производства например версии 2.5 ресурсные спецификации уже объединены с маршрутными картами поэтому конечно это потребовало и изменений и плюс ко всему выполняются какие-то доработки исправления ошибок за которыми тоже нужно следить на этом мы с вами уходим из демобазы я еще раз хочу вернуться к началу нашей встречи и обратить ваше внимание на наши контакты пригласить вас к сотрудничеству если у вас есть конкретные вопросы по каким-то разделам то мы будем рады на них и ответить и рассказать возможно организовать дополнительные вебинары так что милости просим к сотрудничеству и плюс мы соответственно выполняем весь спектр работы по обслуживанию и сопровождению программы 1С так что будем рады оказаться вам полезными приглашаем вас к сотрудничеству на этом наша встреча закончена желаю вам хорошего дня всего доброго застрах обслуживаю сколько хватит всего но о Продолжение следует...